Всем большой-большой привет! Сегодня начинаю записывать новый влог. Сегодня у нас воскресенье. И сегодня верное воскресенье у протестантов и католиков. Так что я вас всех поздравляю. Это значит то, что скоро Пасха! Вот очень люблю Пасху. Надеюсь, что вы тоже. Это прекрасный, очень светлый праздник. И сегодня я вот так вот собралась, снимала для вас видео, потому что скоро я уезжаю. Но уже 28 числа меня уже не будет. И, соответственно, недельку не будет видео, потому что я буду в отъезде. Я там, конечно же, буду снимать, но выкладывать ничего не буду. Так что хотелось бы максимально вас порадовать, максимально быть с вами всю эту неделю. Сегодня воскресенье. Сегодня я ничем заниматься не буду. У нас, кстати, потрясающая погода. Еще вчера у нас был снег, метель, ветер. Два дня была очень неприятная погода. Сегодня просто весенняя, замечательная погода. Я думаю, что это связано именно с светлым вербным воскресеньем. А как же так? Правильно? Как же по-другому? Вот. И поэтому, да, сегодня, наверное, ничем заниматься особо не буду. Завтра у меня есть кое-какие дела. Завтра нужно заниматься собой. Вообще всю эту неделю я буду подготавливаться к поездке. Мне нужно сделать коррекцию ногтей, записаться на педикюр, сходить три раза в солярий. Также сходить в спа-салон. В общем, депиляция, куча-куча всего. Все, что нужно сделать перед отпуском. Вот. Еду я на чуть меньше недели. Это будет не пляжный отдых. Это будет отдых такой более экскурсионный, для души. Я давно очень хотела выбраться в такой отдых. Как-то все я пренебрегала им. Больше ездила на пляжный отдых. Но сейчас как бы не сезон ехать куда-то, да. Там Турция еще пока закрыта. Еще пока там холодно, купаться нельзя. Так что я решила вот себя немножко порадовать и решиться на вот такой вот отдых. Вот. Потом, наверное, вам будут снимать. Будете понимать, куда я поехала. Ну, в общем, такой будет отдых на свежем воздухе для себя, для того, чтобы как-то свое здоровье подтянуть. Хочу вам показать свои подарки на 8 марта. Это были очередные подарки Пандора. Очень я ждала. И вот, наконец-то, наконец-то мне уже их привезли. Покупалось это все в Клайпиде. Вот. И, в общем-то, вот это так выглядит сейчас мой браслет Пандора, который у меня есть. И вот задарили мне вот такой браслетик еще размер у меня 17-й с сердечком вот такой вот серебряный и два шарма. Вот это шарм-подвеска, значит, крылышко такое очень красивое с кубическим цирконием. И вот такая маска. Это to be or not to be. Быть или не быть. Вот тоже серебряное. Вот это серебряное с циркония. Очень красиво переливается. Можно как подвеску носить, можно на браслете. И вот такой именно шарм. Вот. Он не вкручивается, маска. Очень такой символичный для меня. С одной стороны он улыбается, с другой стороны он грустный. Вот. Поэтому, в общем-то, я решила, что для меня это будет очень символично. И вот решила такое себе выбрать. Тут давали кучу каталогов. Essence каталог новый. Но Essence мне не нравится, Пандора. Вот они такие браслеты, такие шармы какие-то странные у них. В общем, мне не нравится коллекция Essence. Как-то не очень. Хотя один шарм из Essence у меня есть. Вот он первый. Вот. Тоже тут всякие каталоги надавали. Сейчас буду все свои вот эти шармки перемещать на мой новый браслет. Вот этот, как видите, у меня раньше был жесткий браслет, кольцо. Теперь у меня вот такой змеечкой. Браслет будет 17 размер. Вот. Сейчас, в общем-то, буду сейчас все это перемещать. Вот и собрала я полностью весь браслет. Поскольку вот этот был больше у меня по размеру, поэтому там, в принципе, еще бы вместилось штучки. Три-две. Но этот уже полностью заполнен. Вот. И немножко это так, знаете, обидно. Но у меня есть второй браслет, так что можно собирать уже и туда. Вот так вот он сейчас выглядит. Вот моя новая масочка. Туби, он от Туби. Дальше идет вот такой вот плетеный. Потом мурана с цирконием. Потом вот это новое крылышко мое. Это, по-моему, осенняя была коллекция, вот, которую я новую купила. Дальше идет клубный шарм. Вот такой это сердечко с короной и бриллиантом внутри. Шарм корона. Дальше муранка с цирконием. Яблоко вот такое красивое. Тоже полностью весь с цирконием. Дальше вот такие пустые сердечки. Большое сердце вот такое черное. Вот шарм принцессы. Потом идет цветочек такой с цирконием. Это, по-моему, была весенняя коллекция прошлого года. Примула он называется. Далее вот такой красивый с сердечками. На день стола Валентина был очень красивым. Муранское стекло. Дальше опять-таки весенний с такими цветочками. Очень красивая орхидейка. По-моему, летняя коллекция. Подарочек вот такой. Мишка и маленький, если я не ошибаюсь, это из коллекции Essence. Шармик. В общем, вот такой у меня получился браслет. Делится, как бы, он, видите, на три категории. Это полностью розовые шармы. Дальше вот такие более с красным что-то. Красным и черным. И последние. Это такие вот просто серебряные. В общем, вот так вот он у меня делится. Вот такой получился браслет. Очень люблю свой браслет. Это определенно одни очень положительные воспоминания. И многие из этих шармов мне подарены. На разные праздники. Некоторые я покупала себе сама. Некоторые покупали мне очень близкие, дорогие, любимые люди. Это на всю жизнь останется памятью. Вот. Также некоторые вот эти можно использовать как подвески. Три подвески у меня есть. Я их очень люблю носить именно как подвески. Летом. В общем, мне очень нравится мой браслет. И да, буду уже что-то присматривать себе новое из Пандоры. Но вообще вот приглянулось мне вот это кольцо из осенней коллекции, как крылышки. Да, то есть вот у меня вот такое крылышко есть. И вот крылышки мне очень понравились, как крылья ангела. Вот из коллекции осенней. Я уже мерила у нас в Минске это кольцо. Правда, оно там было маленького размера. Возможно, я туда вернусь и куплю себе побольше. Ну, вот пока у меня были такие подарки на 8 марта. Наконец-то они мне уже пришли. Море доставили положительных эмоций. Вот так вот я распределила все шармы на два браслета. На жестком браслете теперь у меня будут весенние и летние шармы, которые я буду носить именно в летний период, когда у меня много такой, так скажем, розовой одежды, нежной какой-то одежды. Сейчас все-таки зима, весна у нас, да. И одежда все-таки более темная, поэтому все я сняла. Я их зимой не ношу. Вот эти вот более такие весенние розовые, да. Они под одежду просто не подходят. Поэтому я, в общем, распределила все шармы вот именно таким образом. И носить я сейчас буду вот этот более мой новый браслет и вот всякие такие более красивые шармики, которые подходят именно на этот период. То есть более такие серебряные, что-то вот красное с черным, серебро. Они наиболее сейчас подходят под всю мою одежду. А вот этот будет ожидать у меня лета. Вот так что вот такая вот у меня коллекция собралась. И еще один подарок на 8 марта тоже сегодня пришел. И я вам покажу его. Заказывала я за границей хайлайтер Dior Skin из новой коллекции New Dare Glowing Gardens. Вот, в общем-то, заказывала 0.1 оттенок, потому что 0.2 не было в наличии. Но, несмотря на это, я очень хотела этот хайлайтер. Мне безумно он понравился, поэтому сейчас вам покажу. Мне очень нравится вообще марка Dior. Вообще, я люблю люксовые продукты. И в последнее время стараюсь их себе позволять. На себе нельзя экономить. И это очень приятный продукт. Сейчас вам покажу. Вот, видите, уже постамент достала отсюда. Здесь кисточка кабуки в наборе. Кисточка выполнена из козы, достаточно жесткая. Для нанесения хайлайтера она не подойдет. Говорю сразу, иначе поцарапаете хайлайтер и свою кожу. Вот, но для нанесения, возможно, каких-то других продуктов, да, но не для этого мягкого, деликатного хайлайтера. Здесь нужно что-то более такое легкое, чтобы также легко наносился этот хайлайтер. Сейчас, в общем-то, покажу все. Вот такая коробочка. И на постаменте лежит наш прекрасный хайлайтер. И вот сам хайлайтер, вот так вот он выглядит. Это 0.1 оттенок, который у нас идет с более холодным таким отливом. Зеркальце, в принципе, все здесь есть. Дальше вот такой вот пыльничек. Ну и там вот стоит тоже кисточка. Вот так вот выглядит хайлайтер. Как видите, чуть-чуть он уходит в розовиночку. Сейчас вам сделаю свочек. Покажу вообще, как он выглядит. Именно на свочи, на коже. Вот так вот он выглядит у меня на пальчике. Видно, да, что это такой оттенок такого розового шампанского. И сейчас вам покажу, как он на ручке выглядит. Свечение достаточно деликатное. Его, конечно, можно наслаивать, но выглядит он очень хорошо и дорого. Очень классный вариант и на вечер, если хорошо будете наслаивать и на день. Мне очень понравился именно такой для меня дневной хайлайтер. Вот, свечение, конечно, сейчас здесь искусственное освещение не очень видно, да, но видно, что ручка блестит вот по сравнению с этой частью, да. Очень красивый хайлайтер. Посмотрите, какая у него красивая, мало того, что упаковочка, так еще очень красивый здесь такой выбит рисунок такого сада цветущего, цветов, да. Все, что навеяно вот этой весенней коллекцией Dior. Больше ничего из весенней коллекции мне не понравилось. Оттенки теней абсолютно не мои. Помада тоже достаточно яркий, я таки не ношу. Вот, и сам вот этот хайлайтер, самый интересный продукт из весенней коллекции Dior. Просто потрясающий, девочки, обязательно его купите. У нас в Минске его нигде сейчас невозможно достать, именно поэтому я его заказывала. И обошелся он мне в 57 долларов. Вот, это была самая низкая цена вообще на эти хайлайтеры. И у всех, кто мне предлагал, девчонок мои, кто мог привезти, вот за 57 долларов, это минимальная цена, за которую я могла купить. А так у нас цены этого хайлайтера в Минске, когда он только появился, были вот в магазине Звезда, получается почти 75 долларов. Это безумно дорого, кто-то подает этот хайлайтер за 80 долларов, перекупщики, но это безумно, конечно же, дорого. Вот, в общем-то, такой вот красивый хайлайтер, такой подарок у меня на 8 марта, прекрасный, наконец-то пришел. Очень я осталась им довольна. И вам советую тоже, если вы ищете такой хайлайтер, дорогое, что-то из люкса, то обязательно тоже себе такой купить. И также выполняю ваш небольшой запросик. Девочки, меня просили показать, какие ароматы я люблю весной. И что я буду носить этой весной? Сейчас вам покажу мои любимчики. Прежде всего, конечно же, на ежедневочку я использую спрейчики от Victoria's Secret. Это два, вот такой сначала спрейчик, вот он в последнее время самый любимый. Это Sexy Little Things Noir. Очень классная версия. Мне он очень нравится, очень такой приятный, сексуальный, нежный аромат. И более такая сладкая компотная водичка. Это аромат от Victoria's Secret, уже туалетная вода именно, а не спрей. Бомбшилл. Достаточно такой знаменитый аромат. Он мне очень нравится. Я его с собой постоянно беру в поездки. В общем, очень нравится мне освежаться в течение дня. Держится он, конечно, не особо стойко, да, но очень такой приятный, милый, женский компотик. Ненавязчивый, просто сладкий, цветочный. Очень люблю этот аромат. Они отличаются только тем, что вот этот Sexy Little Things спрей, он более такой сексуальный. Также есть туалетная вода. С этим ароматом. А бомбшилл, он именно такой, больше такой чуть-чуть детсковатый. И из парфюмов я бы выделила два аромата. Это Daisy от Марка Джейкобса. Очень люблю этот аромат. Я его покупала в октябре месяце, когда отдыхала в Duty Free. Полюбился мне этот аромат. Очень такой приятный, цветочный, весенний. Подойдет на вечер. И также моим любимцем, в принципе, остается для каких-то таких мероприятий, очень вечерних, под какое-то платье такое вечернее, маленькое платье от Kirline. Мне очень нравится этот аромат. Он достаточно дорогой в плане именно аромата. То есть он очень богатый аромат. Очень насыщенный, дерзкий, стойкий. Вас обязательно заметят с таким ароматом. Поэтому из люкса это два моих таких любимых аромата. Но на каждый день, конечно же, я сказала, что я использую Victoria's Secret. Мне не очень нравится. Очень приятный, ненавязчивый. Я не люблю весной, днем на себе тяжелый аромат. И днем, например, вот эти парфюмированные водички, конечно же, я не использую. Люблю более такие, более что-то легкое. Ну что, хочу с вами уже попрощаться в этом влоге. До встречи в следующем влоге. Сейчас вы думаете все свои кистюшечки. Одну часть я уже помыла вчера. И сегодня меня ждет еще одна часть. Так что прощаюсь с вами. До встречи в новом влоге. Пока-пока.